Я получила не очень приятное письмо читателя, которое написал, что все это пустые слова, потому что урок права в бесправной школе, есть урок лицемерия, ну или что-то в таком роде. Я сначала не совсем согласился с этим человеком, но потом, как бы с каждым годом, вот именно это ощущение, что именно само дело обучения детей правом человека наталкивается на очень серьезные препятствия, и это связано именно с самой ситуацией с правом человека в школе, которая в свою очередь связана с другими проблемами в системе образования. Да, наверное, можно следующее сказать. То есть те проблемы, я пришел, ну, в общем, есть такое ощущение, что множество проблем в системе образования образуют такой узел, и многочисленные попытки решить какую-то одну из этих проблем наталкиваются на ограничения с нерешенностью других проблем. Ну, это вот я только показал, ну, какие-то четыре, то, что мне показалось легко изобразить. На самом деле проблем, конечно, больше, но я просто хотел, как бы, образно показать связанность и сильную зависимость от них вопросов от других. В каждой из этих областей, ну, кроме, может быть, вот, то, что касается системы управления, уже были предприняты многочисленные усилия, более или менее успешные. Ну, давайте, наверное, следующий кадр. Ну, я хотел бы сказать, что, ну, скажем, в области образования это работа ассоциационного добав, 4 за демократию, партнерство, и большая программа правозащитных организаций «Разумимая права людины». Она действует и сейчас. Это очень серьезные, эффективные программы. Но они касаются, в основном, именно образования. Хотя, надо сказать, что в программе «Разумимая права людины» там один из таких проектов называется «Школа. Территория прав людины». То есть это попытка в отдельной этой школе, как бы, создать такую территорию, где все в порядке с тем, где выполняется то, что в рекомендациях Совета Европы называется «Демократическая атмосфера в школе». То есть необходимые условия для эффективного обучения детей правам человека. Ну, вот несколько попыток я просто почти наугад выбрал в области защиты прав человека в системе образования. Это вот этот очень интересный проект «Мониторинг соблюдения прав человека в школах в Украине». Потом, то, что меня восхищает, это деятельность Львовского профсоюза работников образования. И вот я недавно узнал, что существует такой проект, как юридичная консультация свитян онлайн. Но, несмотря на то, что эти проекты более-менее могут быть успешны в своей области, но все они, включаясь какой-то локальностью, ограниченностью во времени или, ну, как бы, некоторые такой, ну... они не получили должного распространения. То есть я мог бы сказать по поводу каждого, ну, мониторинга, проект мониторинга я участвовал, я знаю, и я посмотрел на консультацию, и я вижу, что эти попытки, они не использовали все потенциальные возможности, которые можно было сделать. Они как бы сделали очень маленький кусочек, по-своему успешный, но он не привел, ну, как бы, далеко идущим последствиям. И, ну, это тоже в области реформы системы образования тоже были серьезные, такие интересные попытки. И даже когда знакомишься с довольно большим количеством вот таких попыток, то немножко становится даже странно, почему, вот если вы зайдете в первую попавшуюся школу обычную, то вы, как бы, не чувствуете следа этих попыток, как будто бы, как бы, ничего не изменилось, ничего этого не изменилось. То есть такое ощущение, что, ну, как бы, вот очень большая система, и вот эти маленькие попытки, они только могут, могут только или кратковременно, или в одном маленьком месте что-то изменить, но глобально, в целом, по стране, она, как бы, почти не почувствовала этого вмешательства. Ну, давайте, вот здесь следующее место, как бы, да, этой картинкой. Этим образом я хотел именно пояснить такую мысль. Мне кажется, что предыдущие попытки можно было бы примерно так описать, что пришел дед, подергал и ушел, и получилось, что он ушел. Потом пришла бабка, подергала репку и ушла. Ну, и, как бы, вот наступает время уже звать внучку и гульку. Но дело в том, что уводит, ушел. Дело в том, что это все какие-то разрозненные и несогласованные попытки. То есть, каждая, каждая такая хорошая работа, она делается почти независимо, практически независимо одна от другой. Вот. И кажется, что если бы, поскольку, если есть какой-то общий интерес и общая заинтересованность в изменении будущему, то надо было бы каким-то образом все-таки объединить эти попытки. Ну, в самом деле, вокруг каких-то важных целей так, чтобы проявилась солидарность между различными категориями людей. То есть, это могут быть, ну, это работники образования, родители детей, просто граждане, которые хотят, чтобы в этой стране все было хорошо. Каким-то образом, значит, охватит более широкий круг участников этой попытки. Потому что обычно тех людей, ну, о тех людях, которые делают вот эти попытки, можно сказать, что их круг узок, и они далеки от народа, ну, в каком-то смысле. Потому что, как ни странно, даже самые успешные, ну, и хорошо продуманные проекты или вот какие-то такие, ну, усилия, о них часто, ну, большинство людей, которые, ну, интересованы в этом, даже не знают. Поэтому такое есть впечатление, что назрела необходимость не только, как бы так, и информационно, и во многих отношениях сделать так, чтобы, ну, все, кто в этой области эти попытки принимают, чтобы они знали друг о друге и поддерживали друг друга. И, может быть, еще более важное то, что вы, кроме таких непосредственных вот активных участников, которые это делают в рамках каких-то проектов, которые, ну, поддерживаются какими-то грантами, чтобы был привлечен намного более широкий круг. Есть ощущение, что, ну, есть огромное количество людей, неравнодушных к этим проблемам, которые проявляют эту заинтересованность, например, ну, на вооружениях в интернете. Вот. Ну, они все, как, ну, как бы разрозненные эти усилия. И, кстати, вот в интернете, когда вспыхивают какие-то острые, горячие обсуждения, то обычно они вспыхивают и, как бы, бесследно пропадают. Поэтому кажется, что если бы это каким-то образом все-таки, ну, их сконцентрировать, как бы, ну, и объединить, и как-то это хорошо организовать, то общие эти усилия, сам потенциал такой, что, возможно, можно было бы, ну, достичь каких-то лучших результатов. Вот. Ну, и есть, вот, смотрите, как бы, есть такие, ну, положения, что конкретно можно, собственно, попытаться сделать. Ну, это очень такое, сейчас я буду об этом говорить, это очень такое предварительное, как бы, это не готовое, какая-то тщательно продуманное, ну, тщательно продуманный какой-то проект или вариант, а это именно, ну, такое приблизительное указание, в каком направлении можно было бы что-то делать. И я просто подумал, что в отличие от того, как это обычно делается, то есть несколько умных людей продумывает до конца и осуществляет этот проект, как бы даже на таком еще сыром, в таком сыром виде, ну, начинать обсуждение максимально в широком кругу. Для того, чтобы именно создать, для того, чтобы это едино довести до того, чтобы она заработала. Потому что такое ощущение, что, понимаете, что когда вы прикладываете усилия, и вам что-то удается изменить, но вы когда отходите, все возвращается в исходное положение. А важно было бы запустить, ну, такую, такой механизм и такой идею, такой, ну, такую идею, которая бы уже после того, как вы свою работу выполнили, она бы продолжала сама, как бы, развиваться и захватывать все больше и больше людей. Ну, давайте я на следующий. Ну, и вот такая идея в том, чтобы одновременно приложить усилия, как бы, совершенно двух, на двух совершенно разных уровнях. А именно, один, это, ну, можно назвать так, экспертно-правовый центр. Это такое условное название. Правовой и общественной поддержки, ну, как бы, тех, кто работает в школе. Ну, я такое дал пояснение на принципах прав человека, потому что, все-таки, это не просто защита прав именно только учителей. Экспериментаторы. Фух. Как бы, не просто защита, как бы, интересов учителей, которые в каких-то отношениях могут идти в проекте с интересами то ли детей, то ли родителей, то ли чек-то. Вот, а что это, все-таки, делается, ну, в перспективе, что это, ну, в общих интересах, ну, как бы, снять с учителей то время, вернее, не время, тот балласт, что ли, который мешает им, ну, лучше выполнять свою миссию. Ну, я не знаю, видны эти пункты. Не стоит их, как я надо говорить. Значит, речь идет о том, что это то, что могут выполнять компетентные люди, эксперты, и, в общем, не бесплатно, потому что это серьезная работа, ну, высокопрофессионально-психо-квалифицированная работа. И она может быть именно дополнена и в честной связи с другим уровнем, а именно, можно следующее, общественное движение. Широкое общественное движение, которое, в котором участвуют просто все люди, которым эти вопросы не реализовечены. Ну, вообще, предпринималось, я знаю, несколько попыток создать такие живые и активные интернет-площадки, но успешных попыток мало. Ну, вот можно назвать Майдан, Украинская правда, но вот именно такие площадки, которые были бы специально посвящены проблемам системы образования, они как-то создавались, но они не оказались жизнеспособными. И, а это было бы очень все-таки замечательно, если бы можно было такую создать площадку, на которой бы именно нужно было сконцентрировать обсуждение всех именно горячих вопросов, связанных с системой образования. Но при этом надо, конечно, учесть все неудачные попытки. То есть, как я предполагаю, что это должно быть обязательно участие и экспертов, и таких умных, квалифицированных модераций. Ну, тут я предполагаю, что это может быть участниками общественного движения. На самом деле, все люди могут быть участниками. И тут я коротко, какого рода деятельность может быть именно вот в качестве волонтеров. А вы не могли бы прокомментировать все световые движения сейчас? А, да. Значит... Значит, с работы не выглядело. Да, смотрите, когда я... Больше личики. Ну, вообще, когда проводится мониторинг или социологические какие-то исследования, то часто это важным условием является конфиденциальность того, с кем... Опрос, кого вы производите. Особенно это важно в таких учреждениях, где люди не совсем свободны. Вот. Школа, конечно, является таким учреждением. И там успешность этого проекта, она во многом заключалась в том, что, когда мы приходили в школы, люди, которые работают, они нам доверяли в том, что мы им гарантировали, что это никак не будет использовано против них. То есть они говорили, они соглашались откровенно говорить о всех проблемах, с тем, чтобы это, ну, когда мы будем публиковать результаты, не была указана конкретно эта школа или какие-то фамилии. Вот. Это, вообще говоря, для социолога это понятно, что это обычная практика. Вот. Но, по-моему, я так понимаю, что те, кто не работает в школе и не знает этих условий, то они с некоторым недоумением, они, можно и надо услышать, вот даже среди прозащитников, такое недоумение, почему учителя такие запуганные, почему они такие, ну, так себя ведут, что они там, что им не скажут, они все делают, что им все равно ничего не будет, ну, как бы они еще не понимают эту ситуацию, в которую на самом деле находится учитель. Ну, я сам склонен больше не столько рассуждать людей, которые попали в эту ситуацию, мне кажется, это немножко может напоминать, ну, такую ситуацию, когда человек, находящийся в пылю, будет, ну, там, посмеиваться над людьми, которые там в окопах приебаются, чтобы в них ничего не попало. Мне кажется, что, знаете, вот, одна из причин неудачи, когда создавались вот какие-то открытые обсуждения, в том, что человек, который работает в системе образования, большинство из них, они не готовы публично высказать все, что они думают. В любом случае, если вы в частной беседе разговариваете с учителями, то вы увидите, что они говорят совсем, ну, не так, как они говорят на каких-то публичных мероприятиях. Вот, и надо дать выход этому, надо, чтобы вывести вот то, что говорится именно в своем кругу между собой, надо вывести это в публичную сферу, надо, чтобы это было выговорено. И как именно предварительный, как бы, предварительный шаг, надо дать высказать возможность всем, кто еще не готов это сделать под своим именем. Просто, это просто первый шаг. Конечно, есть исключения, конечно, есть люди, которым это условие не нужно. Но для многих оно нужно, и надо дать им это возможность. Поэтому я думаю, что видно, сейчас чуть ли не единственное, ну, кроме того, что вы можете лично общаться со знакомыми учителями, то единственное место, где вы можете услышать некоторые вещи, это в интернете, где люди выступают не под своим именем, а под разными, под какими-то никами. Еще раз я действительно хотел подробнее немножко сказать об этом проекте мониторинга для меня про человека в школе, что у меня осталось ощущение, с тех пор, и оно только усилилось, что, хотя это был очень успешный, такой новаторский проект, но что он использовал всего потенциала, который находится в этой методике. Во-первых, такой мониторинг, он не должен быть одноразовым, и как бы вот, ну, что мы его провели, и все, на этом закончили. Конечно, это такое дело, которое надо было бы регулярно повторять, это раз. Во-вторых, хотя мы охватили 50 школ в разных районах украины, но все равно абсолютное большинство школ об этом не знали. Следующее, это то, что огромный эффект от этого мониторинга, очень важные какие-то вещи, они не отразились, на самом деле, в отчете, который был опубликован, потому что отчет, это какие-то цифры, какие-то уже обобщения и общие какие-то заключения. На самом деле, наши впечатления тех людей, которые пришли в школу, они были очень богатые, и я очень многоплановый и богатый, то есть это вот от этих разговоров, от этого общения с учителями и детьми. А я думаю, что не менее сильное такое непоходящее впечатление было у тех, кто работает в школе, от того, что пришли какие-то люди, не начальство, не из органов управления, а просто люди и не родители, то есть мы не те категории, с которыми учителя обычно имели, а совсем какие-то другие люди, и что им интересно, как учителя живут, какие у них проблемы, какие трудности. И для детей тоже это было очень интересно, что пришли люди, которые называют себя правозащитниками, и спрашивают у них, как у вас обстоят дела, разрешают ли вам на уроках говорить то, что вы думаете, например, но эта анкета была тщательно продумана. Просто понимаете, сам этот вопрос, то, что он вообще прозвучал, это для них было совершенно полной новостью. Я подумал, что какая замечательная вещь вот такая, что мы приходим в школу и для школы, и для нас, и лучше бы это было как-то больше выше и шире. И я подумал, что вот можно разные формы придумать, мониторинг в очень-очень разной формах, начиная от очень высоко профессионально продуманной методики, которая проводится по всем стандартам социологии, а можно все-таки, даже если это что-то очень совсем простое, так как вот в школах бывает измерение температуры прав человека, но какие-то простые анкеты, все равно это лучше, чем ничего. Это очень важно, чтобы сами эти вопросы и какие-то ответы прозвучали. И по-моему, кажется, дальше я провожу два примера. А, да, вот именно вот. Например, как чисто просто сходу пришла такая идея, но она может быть совсем какой-то другой. Я подумал вдруг, что если бы вдруг создалось вот такое неформальное сообщество вокруг какого-то сайта, например, новости людей, я сам себя представляю именно в виде, в качестве такого вот волонтера, в котором эти вопросы небезразличны. И вот какие-то организаторы, они предлагают нам, чтобы каждый из нас поговорил с каким-то с учителем, которого вы знаете, и может быть даже по какой-то заранее разработанной анкете, чтобы он ответил на какие-то важные вопросы. и я думаю, в такой ситуации учитель может вам доверять, и он скажет, действительно, он с вами поговорит, и потом это все можно будет как-то без указания имени, а просто это даст какую-то картину, которая и так знает, но она публично не выговорена, она недостаточно сказанная. Иногда прорываются какие-то отчаянные или яростные крики. Мне и как редактору приходилось сталкиваться по поводу издевательств и со стороны органов управления по поводу того, что там разные формы есть того, что учитель воспринимает как издевательство. Вот, кстати, второй привет это последний. Да, ну, из таких проблем, которые, ну, все знают, и вроде бы это уже стало совершенно очевидным, это излишество бумажной документации. То есть, это то, что говорят, что это явно, ну, просто мешает, если вот у нас есть учителя, я не знаю, у нас, среди нас, ну, вроде бы все, с кем я говорил, они говорят, что вот в обычной государственной школе как бы требования по отчетности, они превышают какие-то разумные пределы и фактически становятся чуть ли не в центре внимания и главными требуют охраны усилия от учителей. и тут возникает просто такой вопрос, ну, можно ли как-то, как бы, есть какой-то предел тому, что со стороны органов управления будут требоваться все больше и больше, как бы, у них может быть, идеи это может быть очень много, ну, допустим, там, в такие папочки складывать, или такими цветами ручек это расправить, или такими, и идеи, они, это же их работа, им как бы это интересно, и потом это может быть, ну, не знаю, как психологически там усиливает их чувство, их власть над учителями фактически, ну, поэтому возникает вопрос, что можно ли это как-то ограничить, например, все-таки, ну, ведь как бы, функции каждого уровня власти, они должны быть ограничены, то есть они делают то-то, и то-то, и то-то, причем эти действия, они должны быть направлены на какую цель? Действия органов управления, они должны быть служить поддержке процесса обучения, ну, как бы, помощи учителю, а оно так может получаться, что их действия, наоборот, только мешают, то есть вот это там, кто-то спрашивал, там у них где-то слово есть паразитные, паразитические какие-то действия, Я ему даю запросы, чтобы на уровне каких-то постановлений ограничить бумажное творчество этих чиновников разного уровня. Должен быть какой-то минимум, наверное, а не просто так, что сколько хочет, самодур какой-то, чтобы не было возможности полного произвола. Собственно, права человека в первом приближении, если так совсем просто, то это борьба против злоупотребления властью. Везде, где есть власть, есть тенденция к ею злоупотреблению. И явно, что, судя по всему, вот по тому, как говорят учителя, то именно это и происходит в системе образования. Но это как пример один, вот отчет из бумажной, но есть огромное количество, наверное, других вопросов. Ну, я думаю, что, скажем, я сам уже уверен, что это явное злоупотребление. Но если кто-то сомневается или не уверен в этом, или будет возражать, то можно, наверное, провести соответствующие какие-то исследования, или социологические исследования, или какие-то еще экспертные обсуждения. Чтобы понять, какие формы издевательства можно разрешить органам управления, а какие все-таки уже нельзя. Ну, и с того момента, когда это станет уже очевидно для всех, что это злоупотребление, что это издевательство, тогда уже можно не ограничиваться просто жалобами, как это сейчас происходит. Сейчас это, насколько я понимаю, это просто жалобы, которые не приводят к никаким результатам. Ну, я и в этом случае, и в предыдущих, я это не сказал, собственно, это одна из, как бы, ну, главных приемов, которые есть, это просто применение тех наработок и навыков, которые уже есть в правозащитном движении, которые используются в других областях, применить это в этой области, где еще это, как бы, как такая непаханная церина. То есть, если уже будет заведомо очевидно и бесспорно, что это злоупотребление, которое идет во вред, то можно каким-то уже и активным действиям прибегать, которые уже, ну, испытаны в других областях правозащитной деятельности. И, что важно, что не оставлять это на только, там, допустим, учителей. Нет. Эта система образования явно уже, есть такое ощущение, что сама по себе она не может, как бы, выпутаться из этой сложной ситуации. Но нельзя этого и требовать от нее, потому что это же в наших общих интересах с тем, чтобы здесь ситуация изменивалась. Поэтому эта проблема не только тех, кто работает с теми образования. Поэтому вот, я думаю, что намного более широкий круг граждан должен принять участие в этом. Продолжение следует...